Орлёнок 2013 Военно-спортивная игра Орлёнок являлась частью военной подготовки школьников в Советском Союзе и аналогом пионерской зорницы. Традиции сохранились и в Тверской области. Впервые военно-спортивная игра Орлёнок прошла в столице Верхневолжья 18 лет назад, в год 50-летия победы в Великой Отечественной войне. Эта игра существует эти годы для того, чтобы физически совершенствовать наших ребят, наших юноармейцев, и чтобы они становились более патриотичными людьми, любящими нашу Родину, уважающими ветеранов и готовыми защитить нашу Родину, если вдруг станет в этом какая-то нужда. В рамках игры смотр строя и патриотические песни у костра, встречи с ветеранами, знакомство с боевой техникой и бытом военнослужащих, метание гранаты и военизированная эстафета. Она проходит в несколько этапов. Участникам предстоит освоить сборку-разборку автомата, пройти медико-санитарную подготовку, а также научиться стрелять из пневматического оружия. Это и викторина, это были спортивные соревнования по плаванию, по стрельбе, силовой гимнастике. Ну вот, а сегодня мы проводим в три дня, вот непосредственно в финал. Это будет военизированная эстафета. Посмотрим, как наши юноармейцы могут одевать противогазы, стрелять и дружи разбирать, собирать автоматы. Районный финал проходит на базе 29-го военного городка, загородной базе Рябеева и на стадионе Суворовского училища. Каждый из команд стремится победить, поэтому выкладывается на все 100%. Сегодня у нас стрелевая подготовка, ну, смотр строя и песни. Смотрят стрелевой шаг, во время песни надо петь еще. Готовиться надо долго, потому что все это быстро не приходит, чтобы все было синхронно и хорошо. И, наверное, один из самых сложных этапов. Впереди у юноармейцев состязания по силовой подготовке, легкоатлетический кросс и многое другое. По итогам отборочных соревнований определится тройка финалистов, которые продолжат борьбу на более высоком уровне. Продолжение следует...